Итак, общая постановка, но по дороге, конечно, мы уже будем учить вот те моменты, на которых мы уже остановились. Итак, общая постановка. Скажем, у нас выбран атомный базис. Это вот этот выбран атомный базис. Еще раз повторяю, в атомный базис включают по-разному at cuts. Актуальные атомные состояния, активные атомные состояния, валентные атомные состояния. те атомные состояния которые вы рассматриваете кандидаты на участие связи либо не сильно того иного явления ну видите такая формулировка предполагает неопределенность и я бы сказал что здесь начинает работать а интуиция субъективный фактор такой и есть разные школы вообще критерий истины всегда эксперимент тоже не всегда оказывается в каком смысле а в том смысле что один и тот же эксперимент сегодня можно объяснить иногда и совершенно различных происходя посылок модели физических можно объяснить один и тот же эксперимент в чем проблема например вот в объяснении высокой температуры сверхпроводилась эксперимент один говорит скажем приверженцы так назывался инфляционного сценария говорят мы объясняем 50 экспериментальных парка 50 на следующем году 50 один объясняет тогда вот интересная судьба проходит лет 5 и про этот сценарий вообще забывать хотя 51 эксперимент объяснил дело в том что другой другой сценарий другой модельный подход ну там начинает соревноваться 52 объяснить 51 то 52 в чем раз это перекрывается то может объяснить скажем один факт и это может объяснить но дело в том что очень часто физики они не знают как не то чтобы так выбирают где бесплатно что среди физиков такие вот знаете откровенных обманщиков есть я вам рассказывала метод была история такая печальная дефицита сообщества или больше где-то наверно сейчас я перестал где-то 7 может быть назад когда один молодой немец пришел снискать лавры нобелевского лауреата и вообще из пальцев высосал экспериментальный дар причем работая эти где в белл в белл лабораторий там вокруг него несколько нобелевского лауреата и вот этот парень по фамилию еще он юст он из пальцами засел экспериментальные данные опубликовал несколько работ по высокой гипотографии распространения в журналах дейчо сайс физико-рюлайфов вообще эти журналы игрались между собой за эти статьи но в результат так этого парню присудили премии немецких учета донбельская как бы не дошло премии немецких из общества 50 тысячи присудили зимой и осенью а летом отобрали хотя с деньгами бумажку хотя я был вообще говоря в курсе дела с самого начала потому что просто в германии и более того жил в одном в одной квартире в разные комнаты с одними с авторами расчет молдавский академик символичный мужик такой по-русски прекрасно говорить он занимался образцами просто готовил образцы я просто еще долго конца этой истории уже был знаком с вещами хотя многие сомневались о том что это так вот в конце концов у немцы один народ такой ведь и со мной сорвала и так какие в семье а вы страницы они шарики очень недоверчивые немцы начали сомневаться сомневаться до того что комиссию создали к этому шоу играть какие у тебя журналы экспериментаторы делают они каждый шаг записывают в тетрадь включил 1130 программы с 11 35 ввел образец стопка и так далее тогда все должно записано а там чего не было потому что все статьи интересно все статьи из журнала были отозваны ну ведь они уже вышли как когда отозваны означает что все эти статьи можно найти в бумажном варианте в электрон не смотрел в электронном варианте из убрали линии без журналов но то чтобы для отозвана нету появлялась вот эта история молодой парень ему чуть за 30 года он сам немец но работал в германии в начале германии потом воде неприятная история ты больше с ним завтра все было очень пожилой очень уважаемый физик бэтмен очень уважаемый физик и ему до пришлось вообще очень плохо потому что молодой понятно когда тебя за плечами 50 уже работе вдруг перед такой начатку для паса мягко выражает ну ладно ведь это физики этим делом занимается не только физики недавно кстати вчера как раз газета руб прочитал там что один психолог социальный психолог голландец это же самое высосал из пальцев кучу статей профессор университета вот его сейчас лишает профессор просто рисковаться вот но в социальных науках медицине и социал это там немножко проще вот представьте себе по 3 больных вы смотрите один пониже должен повышать эти самые высокие береги скажем гемоглобин одного пониже повышать еще повыше нарисовали рост и количество гемоглобина линейной зависимости на троих сообразить не очень приятно пишите не в 3 а 300 всего тогда ведь все правильно вы не наврали и только вы пишите что вместо 3 у вас эксперимент был проведен на 300 а 300 уже статистике неплохая вот примерно то же самое делал не физик физик то после спаси усасил а вот психолог также примерно делал обобщал данные полученные до двух-трех люди так на все сообщество вот я вас я вас предупредил а вот так и не приждем вооружен или ты ведут то есть бывают эти случаи на что делать молодежь на самом деле конечно хочется иногда он недавно у нас на лабораториях учит чтобы вы там все это правда учит учитывая сам помню первом курсе не и вы как не все фактор еще обозначается ускорение свободы по день как такой маятник значит так вот и сидишь на секундомерах меряешь на штаб литуду вину маятника и частоту колебаний там что-то вот формула какая-то для определения же насчитали она у нас больше десятка получила запомнился твоим там занимать что делать вообще нужно знать что это 9 8 ну взяли просто и нарисовали цифру подобрали так чтобы 9 8 получилось ну что делать а иначе издашники переделать заставить время ну я думаю что это конечно первый шаг конечно большую но повезло в этом смысле я стал тереть атомных орбиталей дальше построение линейных комбинаций и вот начну с чего я буду строить в общем случае регулярные орбитали просто записывая линейную комбинацию атомных обидали и это у меня этот опыт а 1 1 1 1 2 и 1 1 2 1 2 а молечко сейчас на что здесь по самом деле при чем я подHH электрончик а поэтому здесь функция просто вот общая запись вот это линейной комбинации вот это и есть м2 м ул к ау Вот она ЛКО у меня. Вот ИМО в виде линейной глибинации атомных орбиталей. Теперь в них акцент нет, СИИ надо найти. Так? Как я бы стал делать? Вот здесь, как у Ивана Царевича, две дороги. Первая дорога – учет симметрии, учет ортогонализации, типы связи, характеристики и так далее, и так далее. То есть некий предварительный анализ этих комбинаций. Что это означает? Вы их можете развить по симметрии. То есть образовать из этих функций некие симметрийные комбинации. Я напишу таким образом. Из функций ФИИТЭ вы строите некие симметризованные комбинации. симметризованные комбинации ну я их обозначить и симметризованные комбинации так вот здесь гамма большое напишу мю дело в том что некоторые симметризованные комбинации могут симметрию иметь грубо и одно и то же до функции может быть 200 или 3 даже то есть я строю симметризованные комбинации я их обозначу пси-гамма-мю это уже это не молекулярно но это уже некий важный шаг шаг не очень похожи на это тоже линейная комбинация тоже функции а дальше я возвращаюсь к этой комбинации и утверждаю что сюда могут войти только комбинации одной симметрии одной симметрии а кстати давайте мне нет я узи вместо психики ведущий иначе получится теперь вот что я делаю си строю определенной симметрии гамма-мю это будет линейная комбинация потому что таких функций может быть много вот например приводили видите одна функция на центральном атоме и одна функция на гамма две по крайней мере функции да значит не надо теперь строить линейную комбинацию вот из такого типа функций я пишу это будет коэффициент соответственно цель ну скажем давайте я запишу c1 и гамма-мю штрих плюс c2 и гамма-мю ну давайте 2 1 и 2 вот так ну в принципе может быть больше таких линейных комбинаций здесь одинаковые симметрии ну за счет вы пишете плюс там и так далее и так далее ну я возвращаюсь к этому случаю здесь всего две функции у меня и так я построил функции определенной симметрии и вот теперь из них составляя камера я очень сильно здесь выигрываю выигрываю почему во первых я могу сказать что при некоторых гамма то есть при некоторых симметризованной комбинации у меня здесь всего одна функция войдет вот я пример приводил скажем рисовал симметрию вот из таких вот стрелочек симметрии было и так называемая а 2g симметрии там всего одна функция только из леганда все а значит вся молекулярная биталь будет просто состоять из этой симметризованной орбитали ну а если две функции вот пожалуйста что это означает если у вас две функции вот эту комбинацию молекулярную биталь входят пример по переводу раз функции и вторая функция и комбинации вот они зарисованы ну и без них можно построить две комбинации две комбинации он предполагает что исходные комбинации вас были формированы потом и 2 но тоже нормирован и ортогональны друг другу комбинации тоже 2 2 но возвращаясь прошлой лекции сразу можно сказать забегая вперед одна будет соответствовать связывающей орбитали другая а не связывающей орбитали ну а как находятся соответствующие коэффициенты молекулярных орбиталей c1 и c2 а я тогда вернусь более простому случаю самому пожалуй простому случаю давайте эту функцию обозначу просто фи 1 и фи 2 я здесь не погрешу против истины итак я строю молекулярную биталь c1 фи 1 плюс c2 фи 2 чем ясно что фи 1 и фи 2 это функции вообще говоря делокализованные уже комбинации которые создают сайт из атомных комбинаций какие-то но в случае вот наших фи 1 это функция dx квадрат минус и квадрат а фи 2 это вот эта комбинация вот она записано слева как находится c1 и c2 очень просто давайте я запишу оператор гаммингтона h и первый вариант это вариационный принцип итак первый вариант метода молекулярных орбиталей это вариационный принцип или вариационный метод нахождение коэффициентополиправных орбиталей и так я строй оператор гаммингтона мы на примере прошлый раз рассказывать как это делается то есть кинетическая энергия электронов плюс потенциальная энергия взаимодействия электрона со всеми ядрами в пластыре вашем или с островами точнее говоря дальше я построю функционал йогли обозначу вида пси комплекса сопряженная оператор гаммингтона пси др функционал вот сюда я подставляю молекулярные орбитали варьеровыми параметрами я рассматриваю c1 и c2 c1 и c2 или c1 и c2 комплекса сопряженного здесь у вас будет некая такая ну давайте я распишу то что у вас здесь получится будет сумма и йог да вот так дальше интеграл а цель и комплексно сопряженной цель йог дальше интеграл и и сопряженной аж фи йог др то есть эти атомные функции вы знаете предполагает что атомный байс вам известно значит вот эти вот интегралы вы можете рассчитать у вас получается практически что это функционал это фактически функция c1 и c2 c1 и c2 ну а дальше варьерационный принцип используйте в данном случае варьерационный принцип очень простой а просто нужно будет взять производные по цене и c2 приравнять их нулю для того чтобы найти экстремен функционал приравниваете нулю и так я пишу следующим образом ищите значит минимум функционала дельта йог равно нулю ну варьировать можно либо по вси либо по вси комплекс сопряженных функционалей ну вот удобнее в данном случае по вси комплексы сопряженных ну или другими словами в нашем случае поскольку сколько функция в явном виде задана да это сведется к уравнениям д е ну вернее д е д й по д си то я возьму комплексы сопряженные 2 уравнение будет потому что и пробегать по значения 1 и 2 2 уравнения но непростые будут так я их давайте сразу запишу эту систему двух уравнений как она будет выглядеть следующим образом значит эти квадричные элементы интегралы которые здесь ходят я обозначу аж и йог и система вот этих двух уравнений еще раз повторяю вот выглядит так h1 c1 плюс h12 c2 да здесь я задал самое важное вам нужно как минимум функционала при дополнительном условии условия ортономировки условия ортономировки или условия ортономировки условия ортономировки номеруси по модулю в квадрате др то есть вам нужно вводить здесь не определенный ножки лагранжа и это будет выглядеть так равняется ЕС1 Второе уравнение Х21С1 плюс H22С2 равняется ЕС2 Вот к чему сведется система уравнений при наличии сведения и при умножении Лагранжа Кстати, легко видеть, что эта система ничто иное, как уравнение следующей из задач диагонализации или поиска собственной значения собственной функции матрицы H и Ё где Е это собственное значение этой матрицы То есть фактически система двух уравнений, которая здесь выписана, это есть ничто иное, как система уравнений для поиска собственных векторов ПСИ будет собственным вектором матрицы H, а Е будет собственным числом матрицы еще раз напоминаю смотрите перетаскиваете это налево вы получаете условие нетривиального решения как оно будет выглядеть в условии нетривиального решения детерминат матрицы H1,1 минус Е H1,2 H2,1 H2,2 минус Е равно 0 это условие нетривиального решения это фактические уравнения которые вам даст собственные числа матрицы Е фактические значения энергии и будет два матрицы 2 на 2 у вас так два значения вы их находите решая вот это сиркулярное уравнение сиркулярное уравнение сиркулярное уравнение затем подставляете по очереди собственные числа Е скажем обозначили Е сюда подставляете и решая систему находите коэффициенты C1,1,2 коэффициенты молекулярных орбиталей вот принцип решения задачи еще раз повторяю что можете использовать вариационный принцип а можете просто решать задачу поиска собственных чисел собственных векторов матрицы H и Ё матрицы H и Ё но видите здесь что очень важно я в том что матрицы это будет всего 2 на 2 вообще так говоря матрицы гемикдонианов это обычно матрицы имеющие матрицы бесконечность и бесконечность причем потому что в качестве бази функции обычно используются наборы ортонормированной функции а эти наборы включают бесконечное количество функций ну скажем атоме водорода или бесконечное количество функций базиса но здесь вы видите базис у меня сведет до двух до тех самых двух состояний которые мы считаем активными актуальными в решении нашей задачи это конечно вот здесь физика мощная физика она просто связана значит уверенностью в том что основную погоду ну в химической связи скажем или в какой-то другой задачи который мы решаем в помощи этого метода будут делать именно вот эти атомные состояния это очень важно итак еще раз повторяю собственные числа е находим энергии в молекулярных орбиталях представляя по очереди диэнергии в систему мы находим С1 и С2 собственные векторы то есть фактически находим молекулярные орбитали молекулярные орбитали итак я запишу значит это мы находим так е найдем 1 и 2 е 1 и 2 и каждое значение е мы найдем функции ПСИ 1 и 2 ПСИ 1 и 2 я напомню что на самом деле эти функции будут иметь одну и ту же симметрию одну и ту же симметрию почему? потому что симметрия двух функций то есть линейная комбинация из двух функций одинаковых симметрии она вполне определенная то есть все здесь функции ПСИ 1 и 2 и ПСИ будут иметь одинаковую симметрию конечно здесь симметрия срабатывает здесь надо обратить внимание смотрите вот всего у нас задачка была в нашем базисе 17 функций но если мы рассматриваем определенную симметрию молекулярного орбитали определенной симметрии и вот она эта симметрия симметрия типа x квадрат минус y квадрат таких функций всего дверь поэтому задачу для этих двух функций мы отдельно можем решать от всех остальных то есть из 17 состояния мы выделили всего два ключа потом смотрим функции другой симметрии для них отдельно задачу решаем и так далее и так далее вот легко и что в случае наших 17 функций для кластера Купер МО4 всего все эти 17 задачи сведутся всего лишь к нескольким задачам причем максимум нам придется решать не матрицу 17 на 17 исходную кстати обратите внимание то есть если бы мы не использовали симметрию нам пришло бы что делать брать весь базис 17 функций и эту матрицу оператора Гарпетона рассматривать на полном байсе была бы матрица 17 на 17 но проведя предварительный симметрийный анализ мы видим что на самом деле вся эта матрица будет разбита на некие блоки вот блок 2 на 2 он будет связан с определенной симметрией идем дальше будут блоки 1 на 1 вообще элементарные в этой задачи максимум будут блоки только 2 на 2 поэтому видите матрицу 17 на 17 и задачу с 17 функциями в байсе мы фактически можем аналитически здесь решать потому что матрица 2 на 2 мы аналитически решаем итак нашли коэффициент на молекулярных робитали c1 и c2 если исходные функции ваши фи1 и фи2 были ортогональны я еще раз вам напомню с прошлого раза c1 по модулю в квадрате это вероятность обнаружения вашего электрона в состоянии ну скажем 1 то есть на меди в состоянии x квадрат минус x квадрат ну в данном случае c2 по модулю в квадрате это вероятность обнаружения вашего электрона в состоянии фи2 атомном состоянии либо в состоянии соответствующей комбинации атомной функции то есть вот в этом состоянии а вот в этом состоянии видите вот что происходит в этом состоянии у вас электрон равномерно размазан на 4 кислородах это тоже надо иметь ввиду на 4 кислородах причем вероятность обнаружения электроны на четырех кислородах вот в этом состоянии чему-то равна в одной четверти то есть вероятностью 1 4 1 2 вы обнаружите ретон сидящего на этой орбиталии до на кислороде я вам приведу пример пример я уже повторяю вот эта картинка на купра уже вдоль и поперек так вот ее проездили уже все то одна из самых популярных картинок еще сегодня физики для симметрии типа dx квадрат минусы квадрат вот для этой симметрии коэффициенты c1 и c2 так выглядят и так все равняется а вот теперь смотрите что получается 0 6 0 6 фи д я условно напишу так плюс 6 фи п я напишу это вот так вот обратите внимание сумма квадрата а вот здесь вот плюс 0 6 фи п я напишу это вот так вот обратите внимание сумма квадрата 0 8 квадрат 0 64 0 6 квадрат 0 36 сумма единичка между прочим это магические числа на самом деле конечно там не 0 8 а может быть 0 81 0 82 и так далее о чем это говорит это говорит о том что c1 или cd это вероятность обнаружения этого электрона ну точнее говоря в данном случае речь идет о дырке медленных диагноз обнаружения на меди 0 64 будет всего cd по модулю в квадрате 0 64 cp по модулю в квадрате cp вот от 0 6 это как раз коэффициент который стоит в этой комбинации вот как который раньше все обозначен 0 36 будет при сгадке с обнаружением этой дырочки очистить на кислородах на кислородах суммарно будет 0 36 надо поделить на 4 кислорода то есть примерно 9 10 процентов 10 процентов электронной плотности в этом в этом молекулярно питательном состоянии вы обнаружите на каждом кислороде по 10 процентов то есть грубо я 60 процентов сидит на меди по 10 процентов на кислородах вот такая размазанность наблюдается это одно решение это одно я не только она чего будет соответствовать преимущественно медному решению это антисвязывающее состояние антисвязывающий орбиталь это пси антисвязывающий все а я обозначу а теперь связывающий орбиталь второе решение все болди это функция должна быть ортогональной этой ну как ортогональную функцию написать можно просто я пишу так это будет 0 6 фи д минус 0 8 фи фе вот она ортогональная комбинация но у меняется когда вы берете интеграл неотогональность его войдут два сагаевых это на это плюс это на это здесь 0 8 0 6 здесь тоже 0 8 0 6 разными знаками эти две функции ортогональны друг друга ну и нормированный каждой ничку вот это антисвязывающие преимущественно кислородный орбиталь но тоже странная на ветер здесь 36 процентов ну и почти 40 процентов будет сидеть на мире в этом состоянии а 60 процентов размазанных будет по кислородам ну тем не менее мы говорим это преимущественно кислородное все-таки состояние боннинг дати боннинг висит на два этих решения е1 и е2 которые мы найдем решая цикулярное уравнение дадут нам два значения энергии два состояния связывающие антисвязывающие давайте картинку нарисуем и так как прошлый раз отбросим всякую связь между этими исходными состояниями фиде и фи п представьте что нет никакой у нас химической связи никакого лентности ничего я рисую состояние причем драки для дырки нарисуем состояние вот это вот состояние фиде но здесь очень важно вот что вопрос а даже дырка сидела если вы сидит если мы отбросим связь между пиде состояниями то есть между медью и кислородами ну номинально на медиа это означает что для дырки вот это состояние по энергии выгодно ниже лежит значит по состоянии выше вот так как только должна быть состояние для дырки кстати мы видите внимание что для для дырки хорошо для электрона блока то есть ясно что в электронном представлении надо все местами переставить электроны представляет потому что в дырочном представлении дырка садится сюда да значит все если говорить об электронах значит 9 электронов у вас должны сесть куда-то до 9 электронов значит они выше на самом деле в дырочном представлении лежат это основное состояние для дырки а все остальные дырки они выше значит лежат где-то они заполнены меня и так вот исходная картина дальше я включаю взаимодействие что значит включая взаимодействие в прошлый раз с вами говорили это за часть что я включаю слагаемые вида h12 или в моем случае это слагаемые которому можно обозначить hdp hdp это интеграл переноса интеграл переноса как мы только за счет именно h12 у нас происходит здесь химическая связь с h12 hdp мы обозначили здесь связано химическая связь этот интеграл переноса ну часто его обозначает так дтп или пдм так вот мы здесь получим два уровня в результате новых связывающие антисвязывающие уровни вот это у меня будет энергия е е антисвязывающие это е связывающие до ворот вернее весь момент здесь очень важно дело в том что есть повторяю дыречное представление электронное представление для дырочного представления это будет связывающие состояние для дырочного представления это связывающие состояние потому что в этом состоянии вас энергия связи две дырки меньше чем энергия вот этих вот состояний чисто артомные ну а это когда будет антисвязывающие состояние но в электронном представлении надо будет переставить местами в трона доставление это виталька будет соответствовать а это связывающий а это связывающий ведь вот эта ситуация здесь немаловажно просто для себя нужно это отменить ясно что вот эта энергия эта энергия как раз фактически энергии образования химической связи которые базируются как бы на двухатомное состояние исходит из двухатомных состояний фиде и пи пэ обозначенных здесь с точки зрения квантовой химии конечно я рассматриваю здесь как бы говая гетероядерную молекулу гетероядерную ситуацию у меня нет и кислород вот такая картина и так это связывающие эти связывающие состояние эти состояния не связывающие можно назвать не связывающие иногда их называющие разрыхляющие химики называют разрыхляющие состояние вот так выглядит метамолекулярных амбиталей в приложении вот нашей конкретной задачи ну и заключение чтобы все-таки немножко повернуть к нижнему варианту я вас скажу молекуле водорода который был а вот она рассматривается во всех книжках погнать по квантовой хернике не во всем и так молекулы водорода а вот давайте быстренько рассмотрим а что будет в молекуле водорода причем с одним электрон и с тобой h2 плюс молекула иозованная молекула водорода Здесь в качестве базиса атомного состояния я буду рассматривать состояние Φ1С на первом атоме и Φ1С на втором атоме. Это фактически основное состояние атома водорода на первом и на втором атоме. Два одинаковых состояния. Базис из двух функций всего. Вот вы смотрите, как физик это дело рассматривает. Первое. Строим симметризованные комбинации. Симметрия. Как будет выглядеть у меня? Вот у меня молекула водорода 1,2. Вот центр. Ясно, что здесь относительно центра можно говорить о четных и нечетных состояниях. О четных и нечетных состояниях. Давайте построим четное и нечетное состояние. Итак, четное состояние ΦЖ. Орбиталька опять пишу. Равняет сразу ее нормирование единицы. Единица на корень из двух. Это будет так. Φ1С1 плюс Φ1С2. Это четная орбиталька. Ну понятно, заменяя один и два местами, то есть инверсию делая, вы не меняете состояние. ΦУ, нечетная орбиталька, равняется единице на корень из двух Φ1С1 минус Φ1С2. Вторая орбиталька с другой симметрии. Но дело в том, что, обратите внимание, из двух функций, нашим активным атомным базисом, можно организовать две комбинации. Вот эти две комбинации обдогональны друг к другу. Нормированные на один день ничего, так они и будут молекулярными орбиталями. Вот это очень важно здесь понять. То есть здесь не надо будет дополнительно решать уравнение линии всяких и так далее, и так далее. Потому что здесь симметрия с разумным автоматом указывает на те комбинации, которые удовлетворяют симметрии, но они являются соответствующими искомыми молекулярными орбиталями. Одна из них будет связывающей, другая антисвязывающей, для электронов в данном случае. Давайте эту картинку нарисуем. Как это будет выглядеть. Кстати, надо сразу посмотреть. Итак, как будет выглядеть картинка. Здесь у меня гомоядерная молекула. Поэтому два исходных состояния, Φ1С1 и Φ1С2, имеют одну и ту же энергию. Конечно так. На больших расстояниях друг от друга, когда связи между атомами нет, между ядрами нет и электронов. У меня энергия одинаковая у электронов. Если он сидит на этом атоме, либо на этом. Все равно. А теперь мы сближаем. Вот у меня появляется эффект переноса, ковалентности начинает работать. И мы получаем два новых состояния. Ясно, что расщепление будет совершенно симметричным. Мы получим связывающее состояние. Какое из них будет связывающее состояние? А вот обратите внимание. Вот здесь две С-функции складываются. У них в результате посередки между атомами плотность увеличится. А вот здесь функции не читаются друг из друга. С-функции. Посередине между атомами эта комбинация в ноль обращается. Она же не черт. В ноль обращается. Ясно, что связывающим вот это будет состояние. Здесь электронная плотность между атомами будет больше. Увеличена. За счет вот этой электронной плотности между атомами и связь будет реализовываться. Это и так значит. То есть это Пси-Ж. А это Пси-У тогда. Это связывающий орбиталь, антисвязывающий орбиталь. То есть Пси-Антисвязывающий это Пси-У. А Пси-связывающий это Пси-Ж. Ну а как найти энергию? Да очень просто. Просто надо взять и оператор Гамильтона известен. Считайте прямо среднее значение оператора Гамильтона в этом состоянии и в этом состоянии. Считаем. Итак. Энергию. Ну давайте. Состояние. Уже начнем с основного состояния. Это и среднее значение оператора Гамильтона. Пси-Ж. Равняется. Ну и вот считаем. Подставляем туда эти функции все. Ну здесь легко видеть. Если вы эти исходные атомные состояния. Давайте энергию их обозначим. Е0. Энергию Е0. Так что в результате мы получим так. Е0. Это будут как раз вклады диагональные по этой и этой функции. И будет еще два вклада одинаковых. Это перекрестный. Фи-1С1, Фи-1С2. Это интегралы переноса. Интегралы переноса. Итак. Они со знаком плюс войдут. Плюс. Интеграл переноса. H1,2. Я его обозначу. Плюс H1,2. Ну а. ЕУ. Будет. Зачем. К тому что здесь видите. Минус входит. У вас будет. Е0. Минус. H1,2. Минус. H1,2. Минус. Значит. Вот у вас как раз. Вот эти расщепления. Вот они здесь нарисованы. Значит. H1,2. H1,2. Я обозначаю T1,2. Стандартно. Значит. Здесь будет T1,2 по модулю. И здесь T1,2 по модулю. То есть фактически расщепление здесь будет прямо определяться интегралом переноса электрона между протонами. Между протонами. Двумя. Вот как будет выглядеть картинка здесь. Ясно, что вот сама величина химической связи в этой гомо-ядерной молекуле будет определяться интегралом перескока. Но он на самом деле отрицательный будет. Отрицательный. Поэтому вот эта вот энергия будет меньше, чем интеграл переноса электрона. Вот. На этом всё с метамолекулярных антикалей. Мы закончим. Так. Теперь вот. В прошлый раз Сергей Васильевичем не вы поняли. Я думаю, что... fällt рома идёт. И вот сейчас я с ним подавлю. Продолжение следует...